Я думала, с чем соотнести доверие, потому что говорить только о доверии, мне кажется, сегодня невозможно. И, пожалуй, самая актуальная история, которая здесь приходит сейчас на ум, слог, который написан на сейчас много статей, еще больше будет написано, это теговые новости. Многие, конечно, благодаря компании Трампа, которого благословил Папа Римский на президентство, который ловил Хиллари Клинтон на том, что происходило с тем людьми, которых вообще не существует. Люди охотно репостили миллионы, например, про Папу Римского, по-моему, репосты дошли до миллиона где-то сообщений. И опровержение о том, что это неправда, или не было никем прочитано, или, значит, даже если было прочитано, то, наверное, не возымяло такого действия. Уже не говоря об истории с русскими хакерами, которая вышла в Вашингтон, пост, а не где-то там, была опровергнута маленькой заметочкой через два дня. Естественно, статья про русских хакеров была огромной на передовице, а заметочка была маленькой, и, значит, где-то там внизу. И вот коллеги из интернет-исследователей сразу начали, значит, у нас такая рассылка, где люди обменивались сообщениями. Была, по-моему, самая бурная по обсуждению тема. Действительно, люди вспомнили все, что мы знали и не знали о доверии. Значит, поразительно, что, как потом говорят сейчас уже аналитики, посмотрим еще на результаты, когда пройдет какое-то время, все-таки совсем мало времени прошло. Но вообще говорят, что история с фейками Трампа не сильно повредила, потому что для людей это не с того повода отворачиваться от него. Но это подводит нас к мысли о том, что вообще статус правды и лжи в онлайн-среде немножко не то, чтобы правда становится ложью, и они оказываются неразличимы. Я не хотела бы, чтобы вы слышали до этого как такие громкие совсем заявления. Но, в общем, это различие становится более гибким и, скорее, переживать какую-то трансформацию не саму по себе, а в том, как мы это различаем. В том, как мы различаем, что правда, а что неправда. Понятно, что здесь очень легко вспомнить то, что называется самосбывающимся пророчеством или теоремой Томаса. Теоремой Томаса, в смысле, это не одно и то же, но то, что вещи, которые реальны по своим последствиям, реальны. Это большой такой исследовательский вопрос, социологический, философский в каком-то смысле. Что если вы точно верите во что-то и действуете, исходя из этого, то это, скорее всего, может оказаться реальным в своих последствиях. Вот фейковые новости – это отчасти история про такое вот самозабывающееся и в дальнейшем воспроизводящее себя пророчество. Но если уже отойти от такой более сложной проблематики к тому, что это вообще происходит, как это работает, то тут есть две, мне кажется, важные вещи, которые нужно обратить внимание, если думать сегодня о доверии, в смысле в том, считая ли мы информацию заслуживающей того, чтобы определять наши действия. Первое – то, что когда мы получаем информацию через социальные сети, мы понимаем, что люди чаще склонны и публиковать ту информацию, которую они считают для себя и своего окружения комфортной, и, собственно, алгоритм их к этому подталкивает. Но в том смысле, что Фейсбук фильтрует новости, потому что они казались вам более симпатичными, если вы не включаете другую систему ранжирования по времени, например. Так же делают и Инстаграм с недавних пор, механизмы ВКонтактике, у меня это более сложная история, я, честно говоря, не так глубоко про них знаю, про Фейсбук все-таки написано очень много статей о исследовании аналитики, но понятно, что любая современная система, чем больше вы что-то лайкаете, тем больше склонны показывать, склонны показывать человеку то, в чем ему комфортно, то, что ему нравится. А, следовательно, делать какие-то вещи, подсвечивать, исходя из этой сложной конфигурации, знания, которые есть с одной стороны у нас, о том, что нам комфортно, а с другой стороны того знания, которое есть по алгоритму. Принцип работы алгоритма никто из нас до конца не знает. Ну, в том смысле, что даже если вы знаете, как эти алгоритмы работают в целом, вы, скорее всего, не знаете, как они работают в частности с вами. Едва ли кто-то может так же анализировать свою ленту и, значит, включать у себя в голове такое математическое моделирование того, что больше нравится или не нравится, и дальше уже, исходя из этого, оценивать каждый материал. То есть то знание, которое есть у алгоритма, не равно нашему. Вот что я хочу сказать. И в этом смысле доверие, доверие же чаще основано не только на комфорте, нам комфортно с Фейсбуком, нам хорошо с сетями, которые делают листание лент вот этим приятным времяпрепровождением, чтобы отключиться, например, от неприятного там поездки в метро, да, мы трукаемся в ленту, и там все понятно, там все, в общем, привычно. Но кроме этого, нужно сказать, что вся эта история с фейками заставляет нас думать о том, что это доверие, кредит доверия, который мы даем алгоритму, иногда может не оправдываться. Я не могу сказать, что прям такой кризис доверия, это, наверное, сильно рассказано, скорее кризис не в смысле падения, а в смысле необходимости переосмысления. Действительно, недавний бум на вход в Телеграм, среди журналистской среды, был во многом связан с тем, что там, наконец-то, можно читать все, что вы сами хотите, то, что вам подсказывает лента. И там нет постоянного общения, которое тоже влияет на то, что вы читаете. Телеграм здесь не очень сильный агумент, потому что все-таки пользуются невероятно мало людей в России. Пользуются Телеграм, которые я привожу в пример тут. Ну, да, да, видите, всегда меньшинство, ну, это нормально, хотя бы заболеваю, что там. Значит, что нужно сказать про вообще модель доверия, да, в связи с этим, что с ним было и что с ним происходит. Ну, больше всего эксперты, исследователи любят говорить про две функции, два источника доверия. Это экспертность, ну, то есть вы доверяете тем, кто, ну, знает про что. И, простите, коллаборативная фильтрация, в смысле, коллективная среда, когда вы знаете, что многие люди вокруг вас этому доверяют, и вы тоже этому доверяете. Ну, из этого обычно, вот, я привела английские слова, надеюсь, что, ну, если вам, ну, если я попробую перевести, да, ну, прям очень здорово тут различают, это trustworthiness, то есть правдивость, или даже, мне сложно подобрать, реалистичность, да, то, что правдоподобие, да, экспертиза создаёт, собственно, возможность доверия к ludибилете. И действительно доверие состоит из разных компонентов, из разных элементов, которые начинаются сейчас, как кирпичи, как эти круги, мне кажется, перестают быть таким простым плюсом, равно, а начинают контимулироваться как-то иначе. И вот об этом хотелось бы дальше поговорить. Значит, я бы сказала, что происходит изменение самого субъекта доверия, то есть того, кто доверяет, и того, кому доверяют. Собственно, срубкуру, на которой распространяется доверие в интернете. Если раньше мы могли начинать какой-то проект, например, с уверенности, что если его репостят люди, которые вас знают лично, и дальше они будут просто распространять эту информацию, то, скорее всего, если он доберётся, например, до того, кому доверяют все в какой-то области, скажем, если потом это опубликует какой-нибудь фонд, если мы говорим о благотворительности, и какой-нибудь акции поучаствовать в фонд «Подари жизнь», то, значит, мы будем думать, что это экспертность, и, соответственно, которая даёт вот этот залог доверия нашей информации, если он, ну, в результате благотворительности. Либо, что все вокруг будут так много говорить об этом, будут так вовлечены в то, о чём вы говорите, что капитал доверия будет скапливаться у вас просто от количества участников. То сегодня, мне кажется, что происходит такая кластеризация и фрегментация этих сетей доверия, что нам уже сложнее говорить о том, что механизм такой простой и понятный. И когда сегодня вы создаете ресурс, связанный с, например, благотворительностью, нам нужно более тщательно думать о том, как именно будет распространяться эта сеть доверия, с кем в этом, в таком совсем неглобальном интернете вы будете обретать общие ценности, а с кем скорее нет. Потому что на обратной стороне лежит не просто недоверие, а ощущение возможной лжи, ощущение возможных фейков, которые могут прийти от того, что социальная сеть хочет или не хочет вам что-то показывать, или от того, что таким образом, значит, вот сейчас расположена квасная лента. Если говорить, собственно, о том, как это объясняется структурно, я говорю о структуре, о структуре такого субъекта доверия, если раньше мы точно говорили о сети, о сети отношений, в которые создается доверие, то сейчас это скорее такая-такая более разрозненная толпа, потому что в общем 60%, сейчас уже как 67% проникновения интернета, если я не буду, ладно, что это такое, в общем, к 70%. Ну и, скорее всего, скоро мы прямо будем уже понимать, что интернет действительно везде, значит, что у нас уже нет сети пользователей интернета, а есть просто все люди, которые пользуются интернетом. В этом новой реальности мы еще не живем, мы начинаем в ней жить, мне кажется. Значит, каковы симптомы этого? Во-первых, информационная перегрузка. Вы ощущаете, что периодически информации в интернете как-то слишком, немножко слишком много? Вот так, несколько человек кивают. Хорошо. Значит, второе, это то, что вы начинаете действовать в информационной среде, то, что называется спиралью молчания. То, что люди хотят видеть то, что, ну, грубо говоря, спиралью молчания, это когда все ваши друзья, например, коммунисты, а вы тоже коммунисты. И вдруг вам понравилась какая-нибудь либеральная статья, но вы ее не будете публиковать в Фейсбуке никогда. Вы, может быть, на кухне другу расскажете. Слушай, вот, знаешь, страшно сказать, конечно, но прочитал тут на Медузе. И вот, знаешь, ну, потому что вдруг на кухне, скорее всего, ну, не подумали, что там вы сошли с ума, вы сделали какие-то предупределения, и вдруг один, ну, два, три, ну, то есть, скорее всего, вы не увидите вот такое увлечное пространство перед своими друзьями. Да и на самом деле... Да. Все? Устал. Устал. Информационная перегрузка. И на самом деле нет, ну, такой истории про всех возможных друзей. Это вот когда у вас в социальной сети есть сколько-то друзей, вы начинаете представлять это масштабирование. Вот это все мои друзья. Вот им, наверное, не понравится, что я это так сделала. Или когда там флешмоб какой-нибудь идет, и человек не участвует, и тут же начинает чувствовать на себе вот это вот peer pressure, коллективное давление, что вот... Ну, спасибо. Я его привыкну. Что значит, что... Как это так, все на меня смотрят, а я аватарку не поменяла, а я не написала про это. Почему я не поучаствовала? Ну, как-то неловко. И, конечно, людям, которые редко пользуются социальными системами, таких тоже немало, это не так, наверное, болезненно, но где-то, которые ведут такую активную стилу жизни, довольно тяжело переживается. Вот такое давление своего круга или давление толпы. Ну, и, наконец, да, вот я уже говорила про подростков и молодежь. Пока нет таких каких-то внятных статистических данных. Скорее, я обращаюсь к качественным исследованиям. Коллеги из Высшей школы экономики изучают детей и подростков. И там, конечно, они тоже видят, что вот этот большой интернет, он довольно редко используется молодежью и такими подростками, совсем юными. А это значит, что вырастаете, пользователи будут жить уже немножко в другом интернете. Но, собственно, интернет вместе с ними меняется. И мы взаимно меняем таким образом технологии, а не нас. Ну, напоследок, мне хочется поговорить, надеюсь, на ваши вопросы и соображения, о том, возможно ли новая роль интернета и новая форма доверия. Я много думала про это. Вот сегодня уже, ну, у меня был ужасный последний слайд. Я весь день страдала, потому что мне очень не нравилось. Я, значит, стараюсь, я все это сделала, а последний слайд не могла доделать. И в итоге я подумала предположить в качестве гипотезы, не научной, а скорее такой рабочей, чтобы начать говорить об этом. Вот такое, значит, две идеи. Первое, что, конечно, основания для доверия всегда протектованы большими идеями. Они почти никогда не бывают основаны исключительно на том, что вот такая прагматика появилась. Доверие и прагматика — немножко разные вещи. И сейчас этих идей две, одна утопическая, другая антиутопическая. Вот, может быть, кто-то из вас видел серию «Черного зеркала» про лайки или слышал про нее. Да. Вот, вот сразу люди больше кивают. Здорово. Ну, вот вы наверняка чувствуете этот антиутопический задор, который есть у создателей сериала «Черное зеркало» по поводу технологий вообще. Историй про лайки, в частности, про механизмы рейтинга. Для тех, кто не смотрел, вкратце, это такая трагическая история про то, как люди, значит, становятся постоянно рейтингуемыми. Если вы представляете себе там рейтинги в Uber или на форумах, собственно, есть и были рейтинги, то создатели «Черного зеркала» показывают нам мир, где эти рейтинги становятся основанием для того, чтобы то исключать людей с низким рейтингом вообще из социальной жизни, то, наоборот, давать все больше преференции тем, у кого рейтинг высокий, создать такое новое неравенство. Ну, вообще, мы уже видим механизмы того, как это действует, в тех же сервисах такси, в Яндексе или Uber, где таксисты, у которых низкий рейтинг, имеют меньше вариантов, значит, того, что именно их позовут на следующую поездку, меньше возможностей получить хороший заказ, у них не бывает бонусов, ну и так далее, и так далее. Соответственно, водители, у которых высокий рейтинг, у них на ногу все лучше. То же самое мы видим там на Airbnb, вообще на всех этих сервисах, которые построены на доверие. Но... Ну, да, но это такая работа, сейчас мы уже приходим к такой квантификации, простите, в смысле превращения того, что то, что было репутацией всегда, сейчас становится очень осязаемым в виде этих звездочек. Ну, это не революционно, репутация всегда существовала, да, но теперь мы можем его увидеть. Вы можете зайти на человека в страницу в Airbnb и увидеть, что он плохой хозяин, что он дом свой не вымыл, прежде чем гостей туда пустить. И вот он все про это пишет. Ну и наоборот, соответственно, да, то есть хорошие вы тоже можете про человека прочитать. Но вот это постоянное родительное доверие создает у людей порой неприятные ощущения. И история про то, что я аватарку не поменяла, ну, в общем, тоже оттуда уже. Потому что, как бы, в Фейсбуке нет звездочек, но есть опасения, что как-то вот не так потом посмотрят. И я думаю, что эта антиутопическая история либо приведет к созданию новых сервисов вокруг анонимного интернета, да, потому что вот я вкратце рассказала вам, что интернет переживает волны от большей анонимизации к меньшей. Хотя, надо сказать, что все коммерческие компании сегодня будут им отчаяния сопротивляться, потому что выгода начинается там, где у человека one identity, где человек, в общем, равен себе во всех социальных сетях, где с ним можно, значит, так взаимодействовать. И в этом смысле, если вы, например, делаете коммерческий проект, если вы делаете некоммерческий проект, то это очень большая разница в данном случае. Потому что в некоммерческом проекте вы можете быть заинтересованы в результате, а для коммерческого проекта вам очень важна вот эта вот история про выгоду, которая часто связана с тем, чтобы как можно больше связывать человека с его профилем в социальных сетях и так далее. И запускать в каком-то смысле эту историю про рейтинги. Но, повторяю, возможно, все-таки топическая. Я напоследок расскажу историю, которая мне рассказала, что Григорий Юдин, они делали исследование про то, как люди живут с кредитами. Ну, совершенно другая. И изучали они православные приходские общины. Можете почитать интервью с Григорием или даже их исследование, оно выложено в интернете. Там есть вот какой сюжет. Значит, что происходит с человеком, который берет кредит? Он чаще всего, показывают нам коллеги-антропологи-социологи, делают это для того, чтобы стать независимым от своего ближайшего социального окружения. А жена берет кредит, потому что, значит, уже невозможно, муж проход не дает и говорит, нет, мы не купим стиральную машину. Она идет, идет, берет кредит и покупает стиральную машину сама. Люди покупают квартиру, молодая семья, чтобы не жить с родителями. Планшет ребенку покупать в кредит, потому что, ну, невозможно же ему столько, он говорит, планшетом покупать, ну, не можем объяснить, что планшетом покупать не нужно, у нас нет денег сейчас и так далее. Для того, чтобы обрести эту независимость от, скажем, ближайшего окружения, чтобы не быть должным, люди парадоксальным образом ввязываются в кредиты. И совершенно не могут выйти из этой ситуации. Они никак не могут перейти к тому, чтобы признать, что они от кого-то могут зависеть. Что они могут быть с людьми в каких-то других отношениях. И коллеги изучали только, как происходит трансформация этого в православных общинах, в приходах, когда люди включаются в другую ситуацию, в ситуацию дарообмена, где нет этого вопроса зависимости и независимости, где быть независимым, быть индивидуалистом, это даже плохо. Это просто совершенно другая социальная практика, где люди не обмениваются, а дарят друг другу что-то. И я, естественно, спросила Григория, почему это происходит именно в православных приходах. Он объяснял это тем, что чаще всего первый дар или, наоборот, первую просьбу адресует или старство прихода, или священник. И оно происходит как бы не от себя. То есть человек склонен выйти из этих отношений, значит, созависимости и независимости, когда он вдруг получает какую-то возможность обмениваться или, больше того, дарить, вернее, не обмениваться именно от принципиальной разницы, а дарить, но не людям другим, а какой-то высшей организации. Сложно сказать, связано ли это только с... Или социологом сложный вопрос, потому что все-таки социологи видят религию в такую социальную систему, как структурную организацию. Но важно, что человек просит книг для себя и дает не от себя, если мы говорим о священнике. И когда мы стали говорить о том, какие еще возможны источники такого не от себя, то удивительным образом стали говорить о технологиях. Ведь, с одной стороны, технология сегодня невидима. Для нас нет технологии социальных сетей, нет технологии мессенджеров, есть сервис, есть инструмент, есть способ связи с людьми. Но вместе с тем, технология по-прежнему еще связывает огромное количество людей в какие-то совершенно непонятные без нее отношения. Люди действительно обмениваются и дарят друг другу вещи. Есть сервисы и шеллинга, не совсем экономики, а экономики дара, например, такие как Дару-Дар. Есть, в конце концов, колоссальное пространство свободного обмена знанием и информацией, которые по-прежнему есть в интернете, где люди отдают информацию и берут ее, совершенно не спрашивая о том, что им за это будет. Туры трекеры, музыка ВКонтакте, тексты и видео. Все это в ситуации совершенно другого способа отношения, на самом деле. Где люди, не страшаясь рейтингов и, в общем, не взыскуя их, потому что ВКонтакте вас, скорее всего, ну, можете написать спасибо за очень редкий трек, я не думала, что вы его выловили, вы его заявили, как классно. Ну, скорее всего, такого не будет, да? Люди делают это не для того, чтобы вступать в какие-то отношения, не для того, чтобы быть оцененными, не для того, чтобы завязать взаимодействие. А как здесь образуется или не образуется доверие, у меня большой вопрос. И мне кажется, что эта среда, в общем, больше не способствует, чем то, каким становится интернет сегодня. И, может быть, если доверие в интернете сегодня трансформируется, то оно будет в какой-то форме, в которой мы сейчас его вовсе не представляем. На такой загадочной ноте я, пожалуй, закончу. Вот, буду рада вашим идеям, вопросам и предложениям. Спасибо большое. Спасибо.